Все фразы и примеры в формате pdf мы опубликуем в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Мы предстаем в качестве репортера. Что репортеры делают? Они сообщают другим, кто сказал что-то. В русском языке, конечно же, это наш одно язык. Мы не замечаем, как это делать. Приведу вам простой пример. Прямая речь. Я тебя люблю. Пересказывая другим эти слова, вы скажете. Он сказал, что он меня любит. Очень много всего поменялось. Добавилось. Он сказал. Я поменялось на он. Он меня любит. Вместо я. Люблю поменялось на любит. Окей? То есть поменялся предлог, поменялся глагол. Добавилось он сказал, она сказала и так далее. Вот это и есть коспенная речь. В английском тоже так же. Мы меняем некоторые части речи в английском языке, чтобы рапортовать. Чтобы рассказать другому, кто что-то там сказал. Окей? Если вы любите сплетни и слухи, то эта грамматика для вас. Если вы ничего не запомните из этого видео, я хочу, чтобы вы запомнили at least, по крайней мере, one thing. Косвенной речи, reported speech, вам нужно отступить одно время назад. Помните этот принцип? Одно время назад. Итак, посмотрим, как работает принцип одно время назад. Прямая речь. Мы представляем сразу Гамара Симпсона. Косвенная речь. В настоящее время превратили в прошлое, окей? Еще один пример. Он сказал, что он хотел вписаться в коллектив, в какое-то общество. Значит, прямая речь была Таким образом, дорогие друзья, немножечко теории, потом практика. Если отступать одно время назад, то предложение с can, то есть can превращается в could, will превращается в would, отступая одно время назад. А present tense, настоящее время, превращается в прошлое время, неважно это, это present simple или present continuous, они превращаются в прошлое. То есть present simple, past simple, present continuous, past continuous. Внимание! Past simple и present perfect, если уходить одно время назад, они оба превращаются в past perfect. Запомните это. Past simple и present perfect оба превращаются в past perfect. Если у вас прямая речь уже в past perfect, ну, дорогие друзья, в таком случае отступать некуда, потому что past perfect это уже предпрошедшее время, там уже некуда дальше идти. Если вы хотите лучше разобраться во всех этих временах, чтобы вообще вы знали, куда отступать, то вам в школу English Show School. По ссылке под этим видео вы можете записаться на первое пробное бесплатное занятие, дорогие друзья. Мы продолжаем. Прямая речь. I can help you. Косвенное. He said he could help me. Can поменялся на could. You поменялась на me. Can превращается в could. I can help you. He said he could help me. One more example. He said he could do it. He said he could do it. Можем догадаться, что прямая речь была. I can do it. We are coming. Косвенная речь. They said they were coming. Are превратился в were. We are coming. They said they were coming. They said you were dead. They said you were dead. Они сказали, что ты мертв. They said you were dead, not are dead. Отступаем одно время назад. Next one. Предложение с will. Прямая речь. I will call you. He said he would call me. Will, отступая назад, превращается в would. He said he would call me. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете будет звучать это предложение в косвенной речи. I have never been to Japan. Перескажите это кому-нибудь. Сделайте это предложение в косвенной речи. И напишите в комментариях. Еще один пример. Я дал это Моне, она сказала, что она тебе это даст или тебе это передаст. She would give it to you. Окей? Will превращается в would. I went to the gym. Прошлое время. В косвенной речи, если отодвинуться одно время назад, это будет past perfect. Поэтому мы получаем He said he had gone to the gym. Past perfect это had и третья форма глагола. He had gone to the gym. Он сказал мне, что он пошел в спортзал. And then he told me that he had lost everyone in his life. And then he told me that he had lost everyone in his life. Он сказал мне, что он потерял всех в своей жизни. He had lost everyone in his life. Она пересказывает кому-то. Прямая речь была I lost everyone in my life. Итак, past simple и present perfect оба отодвигая назад превращаются в past perfect. Но глаголы это не все, что мы меняем в косвенной речи. Нам нужно также менять местоимение, например, или обстоятельства времени. Таким образом, если в прямой речи у нас есть слово tomorrow, оно превратится the next day. Если в прямой речи есть слово yesterday, оно превратится в the other day. Если в прямой речи слово here, например, I am here, оно превратится в there. Например, I am here превратится He said he was there. Почему это надо делать? На самом-то деле это очень логично. Представьте, человек вам сказал See you tomorrow. Но неизвестно, когда вы перескажете кому-либо эти слова. Это может случиться через месяц. И тогда вы говорите Он сказал увидимся завтра. Завтра с чьей точки зрения? Начиная с какого момента это завтра начинается? Поэтому вполне логично, что рассказывая кому-то, что кто-то сказал увидимся завтра, или Вчера я тебя видел, мы превратим их the next day и the other day. Для меня это логично. Окей. Давайте на паре примеров. Прямая речь. I called you yesterday. She said she had called me the other day. Очень много всего поменялось. She said she had called me the other day. Yesterday, отступив одно время назад, превратился в the other day. One more example. See you tomorrow. They told me that they would see me the next day. Tomorrow and then the next day and then the next day. Они сказали мне, что мы увидимся завтра. На следующий день, с того времени, как-то они мне это сказали. Окей. Tomorrow превращается в the next day. Возможно, это кажется трудновато с первого раза. Вы можете пересмотреть это видео, но самое главное, чтобы я хочу, чтобы вы запомнили, что нужно отступать одно время назад, когда вы пересказываете кому-либо то, что кто-либо сказал. Окей? Одно время назад. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. И увидимся очень скоро, дорогие друзья. Пока.